здравствуйте добрый день рад вас всех видеть на этом экране здравствуйте добрый день здравствуйте 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 если у вас есть какие-то лекции вопросы перед лекцией давайте посвятим этому несколько минут прежде чем начать чтобы начало было торжественным у кого-то есть если нет я напоминаю что лекции мои записываются и они висят на плейлисте иса по тем адресам которые вот в первых моих двух лекциях вы можете это все там найти а сейчас мы начнем с того чем мы закончили в прошлый раз прошлый раз я в конце в самом лекции произнес многозначительную фразу насчет значения всемирно исторического страшных законов антиоха 4 эпифана его гонений против евреев иудаизма которые начались приблизительно 177 176 годах до нашей эры и чтобы понять почему то что началось тогда имело всемирно историческое значение я перескочу через два с половиной столетия из иудеи которая подвластно царству селевки до фаллинистическому царству в иудею которая подвластно римской империи и представляет собой маленькую всадническую провинцию римской империи столица которая находится в кесарии приморской кесария маритима и дело происходит в шестидесятом году христианской эры вот в шестидесятом году христианской эры в кесарии происходит разбирательство в присутствии прокуратора феста и агриппы второго агриппа второй хоть и носит титул царя но царем по сути дела уже не является он сын агриппы первого последнего царя иудейского внука ирода значит агриппа второй это правнук ирода ему принадлежат какие-то территории на севере иудеи то что сейчас галилея частично часть галилея часть перее в за иордании в общем короче говоря мелкий такой князёк владыка он дослужился впоследствии до титула претара в риме его сестра береника была любовницей тита впоследствии императором и сестра его тоже присутствовал на этом судебном разбирательстве герой этого разбирательства павел апостол павел он же шауль он же саул иудеи старса который какое-то время был фарисеем вырос как фарисей и гнал христиан а потом после чудо по дороге в дамаск стал наоборот проповедником нового учения сороковом году сорок четвертом году точнее христианской эры он проповедовал в антиохии и там привлёк большое количество в основном евреев в свою синагогу в которой собственно он и варнавом проповедовали но впоследствии он был схвачен в иерусалимском храме отведён на суд и потребовал чтобы его отправили в рим поскольку он римский граждан но далее происходит такое посредническое заседание в кессарии приморской столице провинции и на этом заседании на этом заседании на этом заседании павел обращается к агриппе втором с речами убеждая его о том в том что он говорит вещи абсолютно законны то что сказано в торе мало того ему надо доказать что он своем уме потому что губернатор наместник провинции прокуратор фест уверяет что ты павел безумствуешь от большой учености грамота слишком переучился у тебя ум за разом зашел нет говорит павел я говорю вполне в своем рассудке истину а это я и вот царь агриппа может подтвердить на что агриппа ему замечает ты павел собираешься меня что ли сделать вот тут прямо христианин и в этом месте шестидесятом году христианской эры мы впервые встречаем имя христиан исследователи спорят когда это имя появилось появилось ли она вот прямо сейчас шестьдесятом году или же она возникла несколько раньше когда павел и варнау проповедовали в антиохии и там их назвали их последователи христиан о чем не спорят исследователи это сути самого имени значит это имя оно естественно написано в новом завете по-гречески но его суффикс с окончанием и анус и анус по-гречески латинский и это суффикс окончания она подразумевает принадлежность к чему-то кому-то зависимость от кого-то чего-то партийность при ком-то чем-то и это самое название имя применялось в театре и цирках главным образом как я буду вам еще последствия не раз рассказывать время существовали цирковые партии которые различались и назывались по цвету туник жатеев а собственно в цирке происходили вот эти бега колесничные и партии эти состояли из собственно тренеров жакеев колесничьих и конюхов и прочих а также из болельщиков и у них были естественно финансы в общем они ничем не отличались от современных футбольных клубов назывались эти самые партии во-первых общее название для них было парс часть или по гречески мэрос значит то самое слово парс который лежит в основании современного партия назывались они по названию цветов туник это голубые зеленые красные и белые самыми популярными были как раз зеленые значит и и голубые винеты и просины и назывались они по гречески венецианой и просианой то есть венециане и просиане кроме того аналогичные вот клубы партии болельщиков имелись у знаменитых певцов и танцоров например из помпейских надписей мы узнаем о существовании клуба поклонников балеруна как бы мы сейчас сказали танцора париса и назывались они парисе паридианой паридиане кроме того был клуб или клака как мы бы сейчас сказали клака это клакеры это те которые хлопают по заданию того или иного артиста рукоплещут и такого рода клака была у императора нейрона который как известно был великим артистом певцом и даже умер со словами какой артист умирает вот у него была клака которая называлась нейроне они и поэтому нет ничего удивительного в появлении имени христиане она построена была по тому же самому образцу и представляла собой то самое что называлась либо латинским словом парс либо греческим словом мэрос этим же самым словом впоследствии называлась вообще христианская церковь а также отдельные секты ее типа монофизитов или монофилитов христиане как бы встраиваются в партийность в партийность греко-римского мира когда собственно в риме утвердилась единовластия это была единственная партийность которая допускалась партийность церковых клубов и партийность театральных клак ибо народ требовал хлеба и зрелищ вот зрелища были партийными могу даже рассказать о том что в византии уже впоследствии при юстиниане это все привело к бунтам этих самых партий знаменитое восстание ника вот до того как рим стал стал единовластным государством до этого там существовали партии политические конечно без членских взносов и без членских билетов и назывались факцию и это были популяры и оптимату оптимата от слова оптимус лучший популяра от слова популюс народ соответственно в переводе на греческий это демократы и аристократы аристос лучший и демос народ и это была уже греческая традиция партийности политической партийности естественно эта политическая партийность опиралась на партийность идеологическую и мы эту идеологическую партийность находим у сирона допустим который был принадлежал к партии оптиматов и у других товарищей но были и более возвышенные партии более возвышенные группы это философские школы философские школы естественно различались прежде всего по своим учениям убеждениям но также и по образу жизни и более того по своей одежде пока этих философов было мало во времена платона и аристотеля это были просто любители платона и аристотель это любители не профессионалы и не зарабатывали себе на жизнь своей философии аристотель зарабатывал тем что был репетитором александра македонского а вовсе не преподаванием своем лицее вот к временам римской империи особенно ко второму столетию когда возникла вторая софистика это были уже вот это была уже профессия и профессия это была частью вот группы пепа и делмен образованные люди которые противостояли необразованным толпе вот они естественно делились на школы и типа академики стойки киники перипатетики и название школы школа по гречеси звучит как аэросис что означает выбор выбирать то есть ты выбираешь эту философию или ту философию теперь угадайте с трех раз в основании какого русского слова лежит этот самый аэросис ересь ересь совершенно верно это ересь надо сказать что даже когда этим словом назывались философские школы оно вызывало отрицательные коннотации ибо как раз эти философские школы были страшно упертые эти ребята из этих школ конкурировали друг с другом и в римские времена уже просто носили униформу если это были киники то обязательно с котомкой стоики бородатые суровым видом значит ну и так далее да вот этим словом иосиф лави назвал то чему еще не было название в иудаизме он назвал течение фарисеев прушин ессеев и садукеев ему пришлось каким-то образом для греков рассказать кто это такие классифицировать и ничего лучшего чем слово аэросис он не придумал тем более что ему хотелось представить евреев народом философ как это собственно и было тогда принято были ли такого рода общности такого рода партии такого рода клики клаки у евреев во времена допустим первого храма у ассирийцев у вавилонин как вы думаете можете ли вы найти что-то похожее допустим библии вероятно нет нет то есть конечно пророки различались между собой и перегавкивались и друг друга называли на вишекер лжепророком но это только в христианское время лжепророки это те которые не то проповедуют эти ребята не проповедовали они предсказывали говорили то что приятно было слышать царскому уху это совсем другое но наконец была борьба между допустим ильё и елисеем с одной стороны и пророками ваала с другой стороны но опять таки это не борьба идеологии такая вот племенная религиозная драка за которой в сущности последовала революция пророков вдруг в начале второго столетия до нашей эры у евреев появляется нечто подобное тому что происходило у эллинов и у римлян у них появляется партия происходит это не сразу происходит это в ситуации эллинизации и первое такое течение которое мы наблюдаем это так называемые хасидеи или хасиды хасидаи по-гречески под хэсид что означает на иврите милость что-то в этом роде праведники которые недовольны введением эллинистических реформ мероприятиями ясона а впоследствии в последствии минилая когда начались вот эти вот гонения они бежали в пещеры и римляне их оттуда выкуривали просто убивали разжигая костры в устье пещеры и эти ребята там задыхались мужчины такие святые это уже движение они противостояли эллинизации так называемым эллинистом хотя самого слова эллинист мы не находим во второй книге маковеев там есть только эллинисмос и эллинидзу то есть эллинский образ жизни и подражание эллинскому образу жизни подражать эллинскому образу жизни вот пожалуй эти хасидии представляли собой зародыш дальнейшего партийного развития но это еще не все когда мы с вами говорим о эллинизме и иудаизме я вам уже рассказывал что и тот и другой в эллинистическую эпоху были основаны на сегрегации с точки зрения эллинизма четкое деление на эллинов и варваров за которым следовало сословное преимущество то что сейчас называют в америке white privilege белое привилегия с точки зрения иудаизма на этом была была основана избранность и все дальнейшие был значит вот и женитьба выход замуж за господа бога быть женой бога и была калитка которая открывала доступ туда и сюда открывалась доступ гиур открывал доступ в ряды иудеев а эллинизация принятия гражданства того или иного полиса открывала доступ в ряды эллинов но если бы дело оставалось просто так что вот перед вами два огороженных лагеря с калитками и народ теснится чтобы попасть туда и сюда то этого было еще пол беды на самом деле то что начало происходить во втором столетии до нашей эры это борьба между эллинизмом и иудаизм с точки зрения иудаизма это празелитизм попытка привлечь внутрь себя заманить затащить как можно больше язычников иисус говорит что фарисеи готов землю и море обойти чтобы сделать других подобными себе а римский поэт гарации в одной из своих сатир рассказывает о том он обороняется от ненавистников поэзии который упрекает его и других поэтов клевете в неприличии и вообще зачем нам эти поэты нужны он говорит что если вы будете так наседать и не будете прощать нам наших маленьких слабостей тогда мы поэта объединимся и подобно иудеям затащим к себе как можно больше народа вот борьба за души начинается борьба за души причем со стороны иудаизма это борьба безоружная это борьба мирная пока что дальше мы увидим что это будет уже не так пока что мирная у евреев нет оружия для того чтобы затащить к себе эллины не собирались кого бы то ни было к себе затаскивать поскольку как я уже сказал это была white privilege привилегия получить гражданство в полисе обставлялась это привилегия большими условиями но с точки зрения эллинизма существование иудаизма вот в селивкидском царстве было нежелательно особенно в иудеи поскольку возникало то что называется непослушным меньшинством и этих иудеев совсем не надо было эллинизировать не в этом было дело надо было устранить их исключительность их сегрегацию их уникальность поскольку это был вызов вызов даже не эллинизму а тому многобожию тому среднему усредненному образом мыслей который стал более-менее официальной идеологии культурной идеологии той эпохи то есть впервые у нас начинается не просто как бы пустить или не пустить внутрь этого лагеря а столкновение идеологии партийность мало того что внутри еврейского общества возникает партийность она возникает еще и между еврейским обществом и обществом языческим чего никогда раньше не было никогда раньше никакой завоеватель не пытался не египтяне не вавилонии не пытался обратить там евреи фили филистимлен свою веру или заставить их отказаться от своих обычай в общем это было совершенно непонятно зачем делать и никто этого не делал никогда и или на этого не делали никогда вплоть до второго века до нашей эры почему исследователи и задаются вопросом а чего ради они вдруг начали это делать я думаю что основной стимул для этого была ненависть ненависть и мы об этом потом поговорим ибо раз существуют враждебные друг другу идеологии и сегрегированные идеологии между ними не может не возникнуть ненависть и ненависть является в данном случае как бы мотором исторического развития не любовь а ненависть и даже говоря иначе ревность я потом много раз буду повторять рассуждение павла в его послании римлянам рассуждение такого рода что некогда бог возбудил ревность евреям и тогда язычники были отстранены именно поэтому евреи как бы из ревности и из того чтобы отстраниться от язычников они были преданы богу а теперь бог наоборот возбудил ревность язычников но для этого надо было опустошить евреев чтобы они не могли помешать язычником приблизиться к христу но в конечном счете говорит павел все будет замечательно потому что только до времени у евреев это вот заблуждение а в конце времен когда исполнится число язычников тогда весь израиль спасется то есть перед нами ненависть как ревность точнее говоря ревность как двигатель исторического прогресса партийности вот теперь мы можем вернуться обратно к гзерот к репрессиям антиоха 4 эпифана в 167 166 годах до нашей эры какие-то вопросы у вас есть по этой части моей лекции а то есть евреи вот эти партии никак не называли то есть отдельное слово как партии них не было вы знаете оно появилось потом оно появилось томудические времена где-то по по меньшей мере со второго может быть с первого века нашей эры и появилось слово мин 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 это еретики так называли христиан раввинисты то есть вот последователь потомки фарисеев школа которая вышла из фарисеев так называли христиан иудео христиан в основном и другие отклоняющиеся от ортодоксии течение минимум и это приблизительно в то же самое время когда появилось слово ересь в христианстве то есть это более-менее одновременно они появились по мере того как и там и здесь утверждалось ортодоксия надо было как-то обозначить тех которые находились в не ортодоксии и они были еретиками и они были мин что интересно что у павла слово айресис не имеет совсем отрицательной коннотации то есть павел в одном из своих посланий говорит хорошо если будут у вас айресис ересь синодальный перевод переводит это так хорошо если среди вас будут разногласий за мне-то разногласий там ересь правда для павла это пока что еще разногласия и он одобряет это он одобряет фракции существование фракции пожалуйста спорить спорте только не сильно отклоняйтесь от моего учения вот собственно еще вопросы пожалуйста систему корпоративности поздней юридической империи а самосознание христиан отвечало такому подходу видели ли они себя как одну философскую школу скажем спасибо смотря кто то есть христиане типа климента александрийского который заявлял что если перед ним поставят выбор значит чего ты хочешь спастись или познать бога значит что у тебя спасение ли гносис отвечал я выберу познание то есть он четко совершенно себе представлял как философскую школу но представляли ли они себя себе как парс или мерус конечно представляли потому что они часть они не целы они церковь за пределами их находятся все другие это то что не существовало для язычников язычество в этом смысле не сегрегировалась не были такие язычники которые говорили что вот мы поклонники исиды а вы там допустим митры и мы от вас отличаемся и мы как бы вот пытаемся вас обратить свою веру или еще что не было это в общем они все свои христиане не они чужие да не часть парс мерус и в таком виде они себя собственно и обозначали это их самосознание был так же как евреи христиане экклессия церковь что соответствовало кнесет кнесет израиль ну вот так приблизительно я извиняюсь я гружу гружу вас этой теории но я думаю что вам будет неинтересно просто слушать от меня изложение фактов вы это можете найти где угодно включая википедию нет больше вопросов если нет вопросов мы возвращаемся к преследуем антиоха эпифана и два слова о том из каких источников мы все это узнаем у нас есть первая и вторая книги маккалеев первая книга скорее всего было написано сначала на иврите но сохранилась только на греческом и несет на себе следы библейских жанр библейского жанра исторической книги историческую повествование что же касается второй книги маккалеев то это эпитома или сокращение эпитома книги сочинение некого ясона из тирены то есть абсолютно эллинистического уже грекоязычного еврея описавшего в основном вот начало все всех этих самых событий и наконец в нашем распоряжении находится загадочное произведение которое мы называем книгой даниила по моему кто-то из вас даже спрашивал меня почему я не числю его в среде великих пророков действительно в христианском каноне он считается пророком в танахи то есть еврейском каноне он его книга числится составе кто вин то есть писание по жанру книга даниила это по большей части либо апокалипсис либо небольшие романы повествующие о некой мудреце еврейском жившим во времена новых и доносора и набонида и там не буду про это все рассказывать то что нас интересует это последние главы этой самой последние главы этой книги которые по всей видимости были созданы написаны как раз в 70-е 60-е годы 70-е 60-е годы до нашей эры 2 века до нашей эры и во времена преследования антиоха эпифа и в них как в куколке скрывается последующее развитие христианства и иудаизма это совершенно потрясающий текст вот я что-то из этого вам сейчас прочту значит даниил и видение является видение видел я наконец что поставлены были престолы и востел ветхий днями одеяние на нем было белок как снег и волосы главы его как чистая волна престол его как пламя огня колеса его пылающий огонь но колеса это понятно что это видение языки или там появляются эти колеса с глазами и понятно что это господь бог кстати сказать это написано не на иврите по арамейски огненная река выходила и проходила перед ним тысячи тысяч служили ему и тьмы тем предстояли перед ним судьи сели и раскрылись книги видел я в ночных видениях вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий дошел до ветхого днями и подведен был к нему ему дана власть слава и царство чтобы все народы племена и языки служили им владычество его владычество вечное которое не придет и царство его не разрушится вот такая загадочная картинка но если вы помните синодальный перевод синоптических евангелий то сын человеческий это то как называется иисус и по-гречески это на самом деле в подлиннике в арамейском подлиннике этой самой книги даниила нет сына человеческого там есть бар-энуш бар-энуш дословно действительно сын человека но в арамейском иврите сын бэн того-то чего-то это не означает действительности сына это означает некое качество то есть допустим бэн хурим это не сын свободных а свободный бэн шешесре это человек которому 16 лет то есть переводить надо вот если переводить с арамейского не с греческого надо переводить не сын человеческий а просто человек и сказано там что он подобен сыну человеческий подобен человеку то есть богу подводят кого-то похожего на человека и этот похожий на человека садится рядом с богом на трон ему вверяется власти ему вверяется царство навечно такое удивительное таинственное существо когда это все было переведено на греческий то переведено дословно сын человеческий а не человек и фигура это приобрела еще большую таинственность и фигуре этой в противоположность другому названию сын божий подчеркивалась именно вот такая вот человеческая природа откуда в значительной степени и дальнейшей некийсти символ веры и трехипостасность христианство по крайней мере две ипостаси у нас тут уже есть сын человеческий и бог отец но это еще не все и против всевышнего будут произносить слова и угнетать святых всевышнего даже размечтает отменить у них праздничные времена и закон и они будут преданы в руку его до времени и времен и полувремени здесь говорится об антиохе и пифа вообще перед нами как бы эта книга эта книга это апокалипсис то есть это предсказание будущего от раскрытия тайны апокалипсис это раскрытие апокалипсис раскрывать и естественно раскрытие происходит задним числом то есть уже после того как совершилось и тогда можно это предсказать приписавший предсказание древнему мудрецу даниилу которого скорее всего не было потому что легенда данииле еще чуть ли не у их жители у горита были так вот предсказывается к зерот преследования антиоха эпифана который будет произносить слова и угнетать святых всевышнего и даже возмечтает отменить у них праздники тору и они будут преданы в руки его и более того даже вам предлагает посчитать сколько времени это все будет до времени и времена полувремени и так зная разумей с того времени как выйдет повеление о восстановлении иерусалима то есть с какого момента повеление о восстановлении иерусалима все понимают кто у нас постановил восстановить иерусалиме по крайней мере храм давайте давайте посчитаем тир конечно в 538 году до нашей эры до времени машиах мессии то есть христа по-гречески да предводителя 70 мин и 62 седмины и возвратится народ обстроиться улицы и стены но в трудные времена в общем считать я не буду сейчас я славу арифметик и по истечении 62 седмин будет предан смерти машиах он же мессия в арамейском произношении он же христос по-гречески помазанник и не за себя а город и святилище разрушены будут народом вождя который придет и конец его будет как от наводнения и до конца войны будут опустошения вот вам предсказание смерти иисуса и дальше наступит да еще хуже и утвердится завет для многих 1 7 утвердит завет для многих 1 7 на а в половине седмины прекратится жертвой приношения и на крыле святилище будет мерзость запустения и окончательный предопределенный гибель постигнет опустошителя но мерзость запустения это по всей видимости статуя зевца в иерусалимском храме а гибель опустошителя это смерть антиоха 4 и разумные из народа вразумят многих москелей а здесь почему-то текст переходит на иврит москелей а разумные из народа вразумят многих хотя будут несколько времени страдать от меча племени от плена и грабежа пострадает некоторые из разумных для испытаний их очищение любиление последнему времени ибо есть еще время доскок кто у нас эти самые москелей а то у нас разумные как вы думаете которые вразумят многих потому что я рассказал да совершенно верно теперь если бы это все писалось не во втором веке до нашей эры кто бы у нас вразумлял народ как вы думаете пробега пророки пророки конечно пророки здесь мало того что у нас появляется вот эта самая загадочная фигура которой не было пророков то есть был конечно был нецер и прочее но не в таком виде не на небе а появляется еще учителя и хасидеи в данном случае это не праведники праведники у нас были и раньше были цедыкин решаем цедыкин было было разделение это не были партии не были группы не было элита были мерзавцы и были хорошие люди праведники но хасидеи в данном случае это не праведники это некоторые вдобавок еще и мудрецы учителя которые вразумят многих у нас появляется элита духовная элита учительская элита которая будет вразумлять многих и мы знаем как дальше это элита развивалась и позиционировала себя извиняюсь за такие выражения как позиционировала себя кто у нас дальше будут эти учителя как вы думаете они разделятся на секты как вы как вы сказали эреси они разделятся конечно но прежде всего конечно это закон учителя и конечно это иисус потому что к иисусу в новом завете евангелиях обращается либо со словом раби мой учитель либо со словом дедаскалис по-гречески что ровно то же самое учить то есть выясняется что спасать то нас будут не пророки и не цари а спасать нас будут профессора они наши спасители и это кардинальная революция которая идет ногу в ногу с той революции которая одновременно происходит в сознании греческой она еще только началась она закончится ко второму столетию к временам времена второй софистики когда четко совершенно вот эти вот ппд уменой отделят себя от охлоса от толпы и заявит себя как те которые ведет руководит просвещает и ровно то же самое тогда будет с еврейским обществом потому что она разделится на талмидей хахамим учеников мудрецов или естественно просвещенных и на амай артс невежд которых надо учить о которых надо заботиться как о детях то есть короче говоря вызреет интеллигенция у нас впервые в истории появляется интеллигенция интеллигенция не в смысле образованных образованные были и раньше были египетские писцы например но в страшном сне египетскому писцу не представлялось не предстояло не представлялось что он сейчас будет учить народ вот весь этот народ и ввести его к светлым далям и быть для него моральным императивом канонами образцов не было этого никогда наоборот по учениях писцов мы читаем вот смотри посмотри на этих идиотов там вот офицер бегает по сенайскому полуострову ловит кочевников по жаре а вот пекарь залез вообще всем телом в печку и его подмастерье держит его за пятку он туда упадет вообще и сгорит вот такое отношение к публике а здесь мудрецы вот они какие они интеллигенция они образец для подражания и они спасители учителя народа вот оно появляется сейчас мы присутствуем при этом замечательном моменте в человеческой истории как в куколке мы в этом маленьком тексте можем видеть возревание но это еще не все и восстанет в то время михаил князь великий стоящий за сынов народа твоего видимо это архангел но я помню как во времена перестройки не помню уже как звали этого монаха который отнес это пророчество к михаилу ну как звали нашего президента рыбачева у меня выпадение просто хорошо известных имен да и многие спящих в прахе земли пробудится одни для жизни вечной другие на вечные поругания и по сравнению здесь еще одна революционная идея эта идея тхият митым воскресение из мертвых это идея которую проповедовали фарисеи впоследствии ее отвергали саддукеи и павел для того чтобы склонить на свою сторону фарисеев в толпе во время очередного судилища он заявил что я вообще говоря фарисей с молодостью и меня преследуют теперь вот саддукеи потому что я верю воскресение из мертвых и тут сразу фарисеи начали кричать оставьте этого человека он хороший и разумные будут сиять как светило на тверде и обратившие многих правде как звезды вовеки навсегда ну вот вам собственно говоря будут сиять опять-таки учителя интеллигенции вот такая революция произошла среди этих самых страшных преследований нас конечно ничто так не не способствует идейного прогресса как преследование сразу особенно религиозно преследование эти подтолкнули не только к идеологическому прогрессу но и к военному противостоянию где-то в 166 году до нашей эры начинается восстание под руководством рода хашманаим хасманеев сначала это маттати из рода хасманеев а затем его сыновья иуда йонатан и шимон он же симон симон род хасманеев это священнический род служивший в иерусалимском храме с началом преследования они отправились в городок медиин и там их застала царская инспекция с требованием принести всем жертвоприношения и и на этом месте маттати убивает царского чиновника а также кого-то еврея который принес эту самую жертву некошерную и уходит в горы партизанить вместе со своими сыновья восстание это удивительным образом оказывается успешным партизанская борьба небольшие скромные отряды во главе с кланом хасманеев с кланом хасманеев священничестве они садятся на коммуникации связывающие иерусалим с побережьем из сирии и действует на нервы с одной стороны менилая первосвященнику и ленисту с другой стороны местным чиновникам селефкитики положение осложняется тем что антиох 4 занят на востоке на востоке вызревает страшная опасность а именно парфянское царство парфи не кочевой народ дом которого где-то в современной современном туркменистане иранский народ завоевывают иранской нагорье а затем спускается в месопотамии и здесь их встречает антиох 4 ему не до евреев и восстание это подавляет местная милиция и относительно небольшие вооруженные силы что и позволяет люди одерживать блистательные победы какое-то время в 60 164 году до нашей эры иуда берет иерусалим за исключением цитадели акры который засел минилай с товарищами и иуда очищает храм вот это вот очищение храма или обновление храма на ханука табает то есть новоселье в сущности она и есть повод для праздника хануки она отмечается праздником хануки хотя хотя центром современного праздника хануки является вовсе даже не победа немногих над ногами и неправедных над праведными как говорится в одном из текстов а чудо с маслом якобы не могли найти масло нашли маленький кувшинчик для того чтобы зажигать светильники этого кувшинчика хватило на восемь дней соответственно восемь дней празднует это самый ханука табарь надо сказать что победа это было временно победа это было временно и неустойчиво антиох 4 решает в конечном счете что ему это все совершенно не нужно все эти неприятности и объявляет о снятии карательных законов я возвращение к статус-ку хотите вашу тору соблюдать ваши заповеди соблюдайте пожалуйста хотите изучать тору изучать пожалуйста нет проблем главное платите налоги после чего он умирает и на престол восходит его малолетний сын антиох 5 за которого управляет опекун лисий и лисий решает что ему уж совсем не нужен теперь этот самый первосвященник минилай из-за которого возникла вся эта петрушка и все эти неприятности минилая казнят минилая казнят вроде бы замечательная победа но вместо минилая первосвященником назначает некого алтима который происходит из священческого рода и не замечен ни в каких безобразиях и значит вот скандалов с язычества хасидии хасиды решаешь все в порядке собственно чего хотели того получили все чего они хотели это возвращение к заповедям и кто и но есть недовольны недовольные это иуда его брать и почему они недовольны нетрудно понять как вы думаете почему недовольны может мне не стали сперва священник нет на данной стадии у них даже шансов не было быть первосвященник что они собой представляли в 164 году когда они взяли иерусалим что собой представлял кулан хасманеев и кем бы в этой ситуации уда переводя это на нормальный человеческий она то есть он как бы освободил иерусалима теперь получалось что не от чего было освобождать что значит освободи что значит что вы понимаете под свободой ну то есть она прогнал это еще не двадцатый век и даже на девятнадцатый у нас понятия национально освободительной борьбы отсутствует он захватил иерусалим а власть досталась совершенно другим людям то есть о как бы княжество свое пытается создать сущность до борясь против вот этого самого насильников и безобразных селевкидов у него это княжество отнимают его отнимают храм сажает туда первосвященника с ними посоветовавшись вот он продолжает борьбу продолжает ее до 160 года когда он гибнет в битве сиди как бы его не поддерживают он остается один со своим кланом что ослабляет его значительно он гибнет в битве но история на этом не кончается мы с вами говорили что третий век до наше это время рассвета эллинизма второй век это время упадка что способствовало упадку эллинизма это бесконечные династические войны и споры и дворцовые перевороты основу этим дворцовым переворотом в селевкидском царстве создала как бы двойное наследование разделение на старшие младшие ветви после смерти антиоха третьего великого к власти пришел его сын селевк четвертый другие его сыновья в частности будущий антиоха четвертый были в это время заложниками в риме когда погиб от заговора селевк четвертый то власть сумел захватить в конечном счете убивший этого за заговорщика гелиодора власть сумел захватить вернувшись из греции где он отдыхал в это время антиоха четвертый когда умер антиоха четвертый то вместо того что ты эту власть получил его сын малолетний антиоха пятый но в это время образовался деметрий первый который был сыном селевка четвертого другого брата и далее пошло чередование власть каждый раз захватывал то представитель младший ветви селевкидов то представитель старший ветви селевкидов и клан хасманиев на этом вместо вооруженной борьбы которые они тоже время от времени занимались в основном занимался дипломатическим маневрированием между претендентами на селевкидский престол в частности вот этот самый в частности брат иуды макавея макавея его кстати называли макаби это молод брат иуды макавея ионатан который после него возглавил клан хасманиев он сумел вовремя поддержать александра балоса якобы сына антиоха четвертого в чем ни у кого нет уверенности его обвиняют в том что он просто самозванец лжедмитрий он поддержал его против деметрия первого и из его рук из рук селевкидского правителя он получил сразу две власти две короны во первых он получил должность первосвященника коэнагадоль и так он и входит кстати сказать таламудическую традицию ионатан коэнагадоль архиерея архиереус и он получил власть стратега впоследствии этнарха то есть князь князя который вассального правителя который правит вот этим небольшим этносом виудеи далее ему пришлось маневрировать между дальнейшими товарищами которые захватывали селевкидский престол и маневрирование это было безумно опасным в какой-то момент один из этих товарищей захвативших престол которого звали трифон и который даже не принадлежал к роду селевкидов заманил в ловушку ионатана захватил его в плен и через какое-то время убил но и немедленно эстафету перехватил симон шимон брат ионатана и шимон доводит дело до конца до победного конца он опять-таки у нас этнарх он опять-таки у нас первосвященник ему это подтверждает очередной селевкидский правитель и наконец 142 году до нашей эры он перестает платить дань селевкидов то есть это момент в общем-то освобождение формата как как русский который москва которая перестала платить дань золотой орден как вы помните да как бы независимость независимость очень хрупкая и шаткая пока что я скажу почему сто сороковом году до нашей эры шимон симон собирает земский собор иначе это не назовешь народное собрание народное собрание вирусалим по итогам по решениям этого народного собрания решение этого собрания записывается на медных досках которые устанавливаются на храмовой горе перед нами казалось бы так сказать вот ребята которые борются за отечественные законы за тору но делают вещи абсолютно несоответствующие еврейской традиции взятые на прокат в афинах устанавливать медные и мраморные таблицы с решениями с психизмой решением народного собрания это абсолютно афинские обычаи вот он устанавливает и что же мы там читаем оказывается значит за такие вот замечательные сослуги заслуги всего его рода его лично шимон становится князь для народа сар амлеэль и он будет князем пока не появится истинный пророк кто-нибудь может догадаться кто такой истинный пророк описанный сын человеческий нет он не пророк он не пророк я пришел перед сыном человеческим иоанн креститель иоанн креститель вы помните что ответила креститель когда его спросили о том кто он такой и как его спросили мы спросили ты илья ты илья пророк на что ответил нет я глаз вопиющий в пустыне значит по тогдашней опять-таки иудаистской идеологии перед приходом машиаха христа должен появиться истинный пророк то есть илья пророк илья уаннави вот собственно когда придет сам илья уаннави тогда можно будет симону сложить себя полномочия потому что вслед за ним естественно придет машик который будет царем израильский он будет бен давид сын давидом каковым данном случае шимон не является он в рио временно исполняющий обязанности в результате у нас возникает княжества совершенно потрясающей идеологии и структуры вроде бы как я уже сказал космонии боролись за утверждение торы соблюдение заповеди за отечественные законы по тройной какие же это отечественные законы они занимают пост первого священника не принадлежа к роду царя давида мало того они сосредотачивают в одном лице и как бы духовная и светскую власть чего никогда не было то есть перед нами такое нарушение традиции это просто невозможно себе представить вот впоследствии среди потомков симона это еще более обостряется например они принимают греческий титул басилеус царь что совсем уж и что такой басилеус царь давид вот и нельзя сказать что не вызывало протестов я потом буду говорить кто такие фарисеи сейчас только скажу что был скандал с между фарисеями и иохананом герканом который наследовал симона в частности скандал этот описывает и оси флари и талмуд причем талмуд этот приписывает янаю следующему уже правителю так вот якобы один из фарисеев заявил хватит с тебя и царской власти а от первосвященнической откажись потому что мама твоя была в плену в медиине исследовали это дело и выяснили что нет мама его не была в плену в медиине и фарисеи осудили своего собрата за такого рода скандальное высказывание но когда им поручили все-таки сказать что какую кару назначить они выбрали не выбрали смертную кару после чего начался конфликт хасманеев с фарисеями возвращаясь к этому же иоанну геркан сыну сыну симона самом начале правления ему приходится столкнуться со смертельной опасностью последний сильный селефтицкий царь антиохт 7 сидет он подходит к иерусалиму и сопротивляться ему невозможно но иоанн геркан вскрывает гробницу древних царей соломона и моисея вытаскивает оттуда золото и откупается и обязуется платить дань поскольку после этого сидет гибнет в битве с парфенами и после этого просто царство селефтидов разваливается то иоанн геркан он начинает завоевание и практически подчиняет себе большую часть царства давида и соломона в частности он захватывает галилею он захватывает и думею на юге и там он делает то что перед этим с евреями делал антиох 4 эпифан то есть он насильственное прозилитизм осуществляет он насильственно обречь обращает этих самых едумеев в иудаизм вещь совершенно неслыханная до того времени впоследствии практикуемое многократно и насильственное крещение и еще бог не знает что насильственное обращение в ислам вот он обращает заставляет этих самых ребят стать евреями что видимо несложно поскольку они уже обрезаны по их обычаям это потомки древнего и дома родственники евреев которые жили когда-то за иордании но оттуда их вышибли арабы они в это время жили на юге иудзии дальнейшее завоевание уже осуществляет сын то есть простите брат этого йохана геркана александр яна который опять иногда успешен иногда терпит поражение ему наследует его вдова первоначально вдова сломи шлом циона молка и затем два его сына события его царства события иная крайне тревожный происходит восстание против него то есть вот все это установление этой замечательной власти в результате победы хасманеев над богопротивными селептидами вызывает бешеное сопротивление причем во главе этого сопротивления становится фарисеи геннай казнит тысячи фарисеев распинает их на глазах их детей и шум фарисеи перед этим призывает против него селевкидского царя селевкидского царя который чуть было не уничтожает вот это самое возникшее еврейское царство в общем история достаточно тяжелая и малоприятная и уж совсем неприятная история после его смерти когда его вдова начинает в свою очередь преследовать садутеев то есть прессивную партию повинуясь фарисеям и будучи еще натравливаемым шимоном беншетахом предводителем фарисеев который был по талмуду ее родственник после ее смерти власть переходит к двум ее сыновьям один из которых геркан абсолютно вялый и бесталанный а другой наверное тоже бесталанный но чрезвычайно энергичный толстого князя Куратин говорит что у меня два сына один дурак покойный другой дурак беспокойный Анатолий вот в роли Анатолия выступает Аристабул которому не хочется подчиняться старшему сыну он восстает против старшего сына отбирает у него почти все но за старшего сына вступается местный арабский царь и арета и некий товарищ придворный этого самого геркана которого зовут антипатр и этот самый антипатр это кара хасманеем за насильственную иудаизацию идумеев ибо он по происхождении идумей его отец перешел в иудаизм и вот этот самый антипатр он борется практически за своего босса с Аристабулом борьба эта продолжается долго и нудно и все было бы совершенно замечательно если бы в 64 году до нашей эры в городе Дамаске на границе с иудеями появился римский полководец гней Помпей Великий который к тому времени превратил последние остатки селевкидского царства в римскую провинцию Сирии и к нему обращаются оба этих брата за подтверждением своей власти кому он окажет милость он поступает как разумный правитель разумный генерал и милость оказывает славу то есть геркан Аристабул по глупости своей бежит в Иерусалим пытается там обороняться что опять же ничем хорошим не кончается Помпей уводит его и его сыновей в плен относительно мягко обходится с храмом но ограничивает ограничивает вот это самое царство то есть превращает его из царства в княжество отбирает приморские территории отбирает греческие города кстати греков они тоже пытались издализировать насильственным образом греки сопротивлялись вот и в общем то на какое то время все замирает я думаю что я изложение исторических событий прерву на этой точке но дабы вызвать у вас впоследствии интерес к тому что будет впоследствии просто задам вам маленькую задачку может быть кто-нибудь из вас знает как звали выдающегося сына самого выдающегося из сыновей вот этого самого идуме антипатра ирод 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 все я думаю я на вас только все уволил давайте вопросы скажите пожалуйста а хосмония на селе титул мелых или титула мелых на их монетах не было греческий титул басилеус был а значит обычно вот они значит писали вот такой-то и хевер иудим и значит собрание евреев не решались этих титулов в принципе неизвестно что именно какой титул они использовали нам неизвестно ну в общем скорее всего князь сар хотя хотя опять-таки Иосиф Лавий говорит о них как о царях я думаю что все это мерцало мерцало пожалуйста позвольте пожалуйста еще вопрос да кто первый задает да может быть все 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 извините можно ли нам рассматривать конфликт между так сказать не партии иудеев и партии эллинов которые вы описали в начале лекции как конфликт по единобожию и иполитеизму то есть столкновение единобожия и многобожия безусловно но единобожие единобожие и многобожие существовали всегда они не сталкивались не сталкивались они потому что не было как бы культурного единства то есть что представляли все эти самые древние империи бавилонское там сирийское египетское в общем было начхать какие религии кто и какую культуру главное кто исповедует то есть с точки зрения греков в общем-то на религию тоже начхать потому что греки считали что боди у всех одни и те же только они носят разные имена поэтому допустим ежели там у вас какой-нибудь бааль то он соответственно и зевс или или геракл или еще что-нибудь в этом роде да но вот вопрос культуры их волновал они создали единый культурный мир все что находилось за пределами этого культурного мира это было воровство это надо было пресечь так же как гиптяне пытались пресечь то есть англичане пытались пресечь самосожжение вдов в Индии для эллинизма свойственно культурная однородность и культурная агрессия культурная агрессия которая совершенно не свойственна древним восточным империям они действительно создали единый культурный мир после римского завоевания этот культурный мир расширился до всего Средиземноморья ибо в римской империи существовал в общем-то симбиоз греческой и латинской культур западная часть империи говорила на латинском языке Восточная часть говорила по-гречески. И вот перед этим самым мощным симбиозом, перед господством эллинской культуры не устояла ни одна культура древняя и восточная. Ни одна. То есть уже во втором столетии христианской эры невозможно было найти египетского жреца, который мог бы прочесть иероглиф. В общем, они потеряли свою литературу, они потеряли свою элиту. Их элита перешла в эллинизм. Они стали эллинами. Я вам уже рассказывал, что разница между евреями и египтянином состояла в том, что египтянин, становясь александрийцем и гражданином Александрии, тут же становился эллиным. Евреи при этом старались. Они тоже хотели быть гражданами Александрии, но при всех обстоятельствах они все равно оставались евреями. Значит, иудаизм был единственной культурой, которая действительно бросила вызов эллинизму. И от обороны перешла в наступление, закончившееся, как мы знаем, блестящей победой. Победой христианства. И одновременно блестящим поражением. А именно поражением еврейских восстаний и новым гаутом. Вот так вот. То есть это получился конфликт веры? Конфликт мировоззрений? Конфликт мировоззрений. Про веру мы с вами говорить не будем, хотя бы потому, что у грехов вообще не было понятия веры. Извините, пожалуйста. А что касается евреев, то и у них, собственно, у них было это понятие веры, но оно второстепенное в иудаизме. В иудаизме речь идет не о вере, а о соблюдении заповедей. Во что вы там верите, в общем-то, по большей части, ваше личное дело. Но вы должны заповеди соблюдать. Лишь мормит свод. Извините, пожалуйста. А почему не было другого народа, эквивалентного евреям, которые бы могли вот так противостоять эллинов даже в перспективе? Не было другого народа, поскольку ни один народ не создал учения. Учения. То есть как бы и у египтян, и у вавилонин, и у фенитисов была огромная культурная традиция, масса текстов, своя письменность. Все, что было. Но у них культ был отдельно, а всякого рода письменность, всякого рода романы, надписи какие-то, книги мертвых – отдельно. Значит, у них не было, они не могли или почти не могли конвертировать это в философию. Хотя пытались. Пытались. То есть, допустим, но не они даже пытались, а пытались скорее греки. И тот же самый Флутарх пытался сделать чуть ли не философию из культа Исида и Азереса. Но это, в общем, почти не получалось. У них не было единого текста. Не было Библии. Это не были народы книги. Поэтому, в общем, эта культура их раскрошилась. Некоторый ренессанс египетской и сирийской культуры наступает уже где-то в пятом веке нашей эры, когда возникает коптская письменность и коптская литература, сирийская письменность и сирийская литература. Но, в общем, ни то, ни другое не поражает своей значительностью. В основном, это просто переводы греческих текстов. Наконец, евреи откровенно заявляют, что они нация философов. Их первоначально так и воспринимают. Более того, мы встречаем мнение в третьем веке до нашей эры, что евреи – это то же самое у сирийцев, что брахманы у индийцев. Это такая каста философов. Вот, собственно, визуал причин. Извините, Павел Стопов, вопрос будет довольно глупый, но интересно, что вы думаете по этому поводу. А то, что показывают в Сузах, кто лежит в этой могиле? Вы про что? Вы про Даниила, что ли? Да. Ну, вы знаете, я у изголовья не стоял, как бы с лампочкой не могла бы сказать. Скорее всего, как правило, в этих самых могилах, которым поклоняются евреи или еще кто-то в этом роде, лежат местные мусульманские святые или еще кто-нибудь в этом роде. Допустим, знаменитая гробница Иосифа в Самарии, из-за которой была страшная драка, ее чуть не разрушили там местные арабы. Против этого восстало местное же арабское духовенство, потому что для них это самый Иосиф, опять же, почитаемая фигура. Но, по мнению большинства исследователей, там лежит какой-то средневековый исламский святой почитаемый человек. Скажите, вот вопрос по поводу пророчеств книги Даниила, в частности, глава 8, где как раз речь идет об обоминации дезоляционес, о мерзости запустения. Вот в 14 стихе 8 главы говорится, что спустя 2300 вечеров и утр будет восстановлена справедливость для святилища, ну, видимо, имеется в виду храм, то есть храм очистится. Вот насколько я понимаю, затрудняются сказать, что имеется в виду. То есть если в случае с 77-ми понятно, что это возможно относится ко времени Христа, то вот этот период, вот его труднее понять, что он из себя представляет, тем более, что вот это пророчество, оно идет перед пророчеством о Мессии, но в то же время вот Гавриэль в этом пророчестве предупреждает, что оно не скоро свершится, поэтому его нужно оставить как бы на потом. Вы знаете, по мнению большинства исследователей, написано, как я уже вам говорил, в 60-е годы II века до Наши, до того момента, когда Иуда Макавей захватил Иерусалим, до 164 года. Значит, соответственно, пророчество с точностью до года, когда будет захвачен Иерусалим и очищен храм, этот товарищ никак не мог. Никак не мог. Поэтому все и затрудняются, потому что попробуй разгадай. То есть остается загадкой, повторюсь, в отличие от тех же 77-ми, все-таки что имелось в виду? Видимо, имелось в виду надежда на то, что удастся очистить храм всю. Извините, пожалуйста, можно небольшой еще вопрос? Да. Рассматриваете ли вы возможность несвязанности, то есть прямой несвязанности Даниила, отца Акхита, и Даниила, пророка? Ну, так называемый пророк. Значит, я вам уже говорил, что фигура Даниила встречается чуть ли не в угорицких надписях. Да, да, да. То есть это традиционная такая вещь, которую, значит, вот мифический пророк Даниил. Значит, видимо, возникает где-то, трудно сказать, когда возникает еврейская литература, в центре которой стоит этот самый образ Даниила. Значит, существование конкретного реального Даниила, в общем-то, насколько я знаю, никто не воспринимает это всерьез. Пожалуйста, еще вопросы есть? Но если нет вопросов, я думаю, что мы на этом можем. Я вынужден на вас обрушить массу вот сейчас исторических уже вещей. Я очень советую всем собравшимся взять учебник просто «Древние истории», хотя бы для педагогических вузов однотонной, и прочесть, потому что… Ну, это связано, в общем, с реальными историческими фактами, им не тяжело эти факты все вам так изложить, чтобы вы это разложили в голове и запомнили. Поэтому самая простая вещь, у вас это займет пару вечеров прочесть. Тоненький учебник «Древние истории», в общем, начиная, наверное, с Александром Македонского и до принятия христианства при Константине, что-то в этом роде. Прочтите, и, в общем, наш разговор будет гораздо более осмысленным. А можете автора подсказать, пожалуйста? Ой, вы знаете, я давно уже не слежу. Я знаю, что университетский учебник такой толстый, под редакцией Кузищина, но он такой толстый, и такой, в общем, не советую. Просто возьмите любой учебник для педагогических вузов. Когда-то вот я участвовал еще во времена «Древние истории», я участвовал в трехтомнике, писал там главу по римскому и эллинистическому Египту, выходил такой под редакцией Дьяконовой, Севенцицкой и Нироновой. И там были материалы о Веринсу и, в общем, КНАБе, то есть это такой вот элитный был. Называлось «Курс лекций» или что-то в этом роде «Лекции по древней истории». Если у кого-то, по-моему, в 80-е годы это было издано. Если у кого есть возможность, он пересдавался неоднократно, если у кого есть возможность достать этот трехтомник, то я думаю, что вам будет его гораздо приятнее читать, чем обычный учебник. Спасибо большое. Еще вопросы какие-то есть, ребята? Скажите, пожалуйста, по поводу фигуры Иоанна Предтечи как воплощения пророка Ильи. Насколько именно в иудаизме рассматривалась такая возможность, что вернется не сам Илья пророк, а буквально, а вот некоторое его олицетворение, подобно тому, как считается таким олицетворением Иоанн Предтечи. То есть это чисто христианский взгляд, или все-таки иудейские ученые тоже рассматривают такой вариант, что появится не сам Илья, а кто-то подобный ему? Да, вы знаете, сам вот этот вопрос неправомерен. Потому что нет такого понятия иудейские ученые и принято в иудаизме. Этого просто нет. То есть в иудаизме нет догматики. Нет вот учения. Поэтому, когда мы говорим о богословии иудаизма, в общем, это противоречие в определении. Богословие может быть только в христианстве, где есть Бог, теос, и есть логос, теология. Значит, в иудаизме есть талмудическая традиция, сформировавшаяся тогда же, когда сформировалась ее талмудическая традиция, где самые разные представления пересекаются друг с другом, и впоследствии они никогда не были кодифицированы. Кодифицировалась Галаха, то есть право. Это действительно кодифицировалось в Средние века и далее, вплоть до Шульхана Руха, который издается уже на русском языке и которому я бы наследовала. В иудаизме нет общепринятых представлений каких-то еврейских ученых. Равным образом, когда мы говорим об еврейских ученых, это тоже противоречит. Что такое еврейский ученый? Это еврейский ученый по конфессии, по национальности. Нет такого понятия еврейский ученый. Поэтому представление о том, кто явится в иудаизме, в Талмуде есть представление о Иоанне, то есть, простите, о Илье-Анави, Илье-Пророке, у которого находятся ключи. Отсюда, кстати сказать, по всей видимости, ключи Святого Петра. У него находятся ключи от будущего мира. То есть, соответственно, он должен отворить дверцы, и тогда войдет в машинах. И какие-то еще у него ключи находятся до ключей от этого самого Грома и Молнии, отсюда Илья-Пророк в христианстве, и ключи, которые отверзают у трубы женщины. Все это более-менее сказочные вещи, характерные для Агады. Я потом буду об этом рассказывать. В христианстве это все уже выходит на уровень догматики, потому что в христианстве есть богословие, а именно синтез Торы с греческой философией. Там есть Логос. В иудаизме ничего подобного нет. Ничего. Точно так же, как в иудаизме нет священников, в иудаизме нет жертвоприношения и так далее и тому подобное. Я помню, как я как-то водил по Иерусалиму довольно известного российского или советского философа, советского тогда еще, по-моему, или российского. И он каждый раз, тыкая в долгополгого товарища, спрашивал, смотрите, опять раввин пошел. Я ему говорил, никакой не раввин. Это просто ультра-ортодокс. Харади. И, соответственно, раввины со своим специфическим одеянием, одеянием, как священники, их нет. В иудаизме нет духовенства. Кстати, с исламом тоже похожая ситуация. Но, в общем, не буду говорить об исламе. Поэтому я бы хотел, как бы, одно из последствий моих лекций, чтобы вы не представляли себе ни ислам, ни иудаизм, ни другие религии по образцу христианства. Они другие. Еще есть вопросы, ребята? Ну, если нет, тогда все. Всего хорошего. И будьте здоровы. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания.